Вот я на Рыжесковском пруду, 19 сентября 2019 года, четверг. Ну, проехал по первому-второму мостику. На первом мостике, примерно на расстоянии трех метров, ну так, вдоль дороги, там где камень лежит, шесть патронов подобрал. Дальше валяются бутылки, зеленый баратино, там что-то пакет видно в нем, патроны были. И вот такие мысли приходят. Вот есть же какие-то организации, которые следят за природой. Ну, почему им не посоветовать, что утки никому зла не делают? Однозначно. Люди не голодные, платят деньги. Ну, хоть какое-то на них обязанность, чтобы каждый отстрелял бродящих собак хотя бы штук по 15. Представил там когти или что-то, от которых гибнут дети. И какие-то там люди плачут об этих собаках. А там бабку задрали, там коров задрали, овечек. То есть, явное дело, беспризорные собаки уничтожаются. Это я знаю во всех государствах. Я в Америке видел однажды из окна Синода, женщина, ну, вела собак, как сказать, свороцелы, 6 штук. И все они на поводках. Все дороги ограждены высокой сеткой. Ни одной собаки на дорогах не видел. А прошел все-таки, считай, Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сакраменто. И много видел. Ну, почему бы это не поставить в условия? Нет. Далее, теперь они тут безобразничают, стреляют. И то человека убили охотники. Нормальный охотник, если он охотник. Но он должен знать, что если его убивают, то оно не возвращается. Я проехал сейчас на прудах, где у нас тут кишело утками. Мы вот сделали теперь, раза в четыре, озеро увеличилось, озеро пруд. Ни одна капля не утекает, замкнуто. Уток было на всех отрожках полно. С каким трудом мы отрожек один восстанавливали. У нас ничего нет, сделали особые грабли. По горло в воде. О, вылетели рябщики. 10 штук, наверное. Утки некуда садиться. Только здесь, на воде. И караулят их, приезжают. И рука не дрогнет. Бьются. Сейчас вот у нас бобры подтащивают опять. Вот мы здесь забили. В общей сложности я посчитал сегодня не 1200, а 1270 свай. По 2,5 метра. Каждую забить. Надо просверлить, вставить ее. И кувалда 11,8 килограмма. Не менее 20 раз надо ударить. Один-двое ее держит, чтобы она не завалилась. Бобер приходит, все разрушает. Он из-под воды. Делает нору. Вода, когда весной поднимается, прорывает. Делается разрыв. Это мне обходится в 250 тысяч рублей. Чтобы доставить трактор. А я доставал по 2 трактора. Один трактор привезти. 50 тысяч рублей туда-сюда. Ну двое. Это 100 тысяч. Повторяю, деревенские не участвовали ни одной копейки. Им некогда. И когда сейчас вот рыбу завезли, обрыбили, сразу к этим карасям пристали. Миллионные штрафы. Ну не знают, что. Ну почему же таких людей ставят в власти-то? Он не о благе народа заботится. Люди, которые строятся здесь. Они же с нуля начинают, у них ничего нет. Он бы с удочкой сидел. Эти пруды были в грязной луже, или их вообще не было. Даже на плане их нет нигде. Мы восстановили огромные средства. Больше миллиона я вложил сюда. Помогали люди. Рыбу поймали нынче. Первый год ловили. Все, зашебутились все. Как бы ему что-то от нас оторвать? Потому что у людей на столе карась. Это нигде такого нету. Чтоб такое пренебрежительное отношение к человеку было. А ему не на чем жить. Ну 21 тысяча поселений уничтожили. Ну и что? 10 тысяч здесь наладо. Это устаревшие. Сейчас уже 30 тысяч. Тысяч. И они пустые не будут. Как выступало здесь в законодательном собрании от КПР. Нина Данилова. Это не просто на карте. Значок исчез. Это земля будет заниматься другими. Мы знаем кем. Под боком 2 миллиарда. И мусульманский мир со всех сторон наступает. И правильно делают. Я ездил до Дальнего Востока. Путинская дорога. Не очень такая. Ну проложена. Это он делает для тех, которые мигранты здесь будут. Тоже правильно. Им жить надо. Им негде жить. Я не осуждаю ничего. Просто... Ну можно один раз подумать, чтобы все мы смертные. Мы будем умирать. Вот я подошел сюда. Березка. Под этой березкой мы обедали. С Летим Алексеем Лаврентьевичем. Вот он здесь все подправил нынче. Вода поднялась. Еще больше. Вот здесь. Делают каждый день. Ни одного, ни два убивают. 20 тысяч младенцев. Тысяч! А здесь за карася пристали. Которого они не росили, не покупали. Поруда не было. Лягушки одни были. И то мало. Понимаете, вот это нельзя ничем объяснить. Кроме того, что человек не ожидает суда Божия. Профанация жизни. Вот я живу здесь и где-нибудь что-нибудь урвать. Вот Ютуб в деревне. Это не как в городе. Месяц сокращен 28 дней. Они сидят между собой там и судят. Где деньги еще взять? Я истратил всего только десятую час. Десятую за месяц. И она уже не возвращается. Он меня сразу отключает. Только у меня деньги остались. Замолкни, а то отключу совсем. Да разве человек, ожидающий суда Божия, может так рассуждать? Вот у меня на Билане телефон. Положили, я не звонил, за что не убывает где. Изъяли один раз там 700 рублей. Я пошел в прокуратуру. До дома не дошел, уже вернули. Да больше 50 рублей предложили. А здесь нет, никакой управы нет. И вот сегодня то, что мы тут рыбачили, гальян, сорная рыба. Ее никто не завозит, не покупает и не продает. Это не какой-то белый амур. А то, что берега усыпаны красной рыбой, осетром. И только лишь икру из него вытащить, как будто никто не видит. Что государство вылавливает десятки тысяч тонн. И газета, путинская газета, российская газета, учредитель российского правительства пишет. Если рыба в рыбном филе и доказывает нет ее там, специально по китайскому методу насыщают водой, замораживают и продают. Там ничего нету. Здесь настоящая рыба, простой карась. Ничего не надо, положил его в тарелку, сварили. В холодильнике подержал, в чешуе варить надо обмытое, в чешуе, повторяю, не промывать. Кишки вытащил, кишки отдельно высушиваются, кошкам отдаются. А там икра. Мы показали, как можно из этого взять полезное для человека, что Бог дал. Говорят, вы больше рассказываете о своей жизни. Ну вот, я что рассказывать, я сейчас все проехал на велосипеде, подъехал вот тут на Рыжковском, объехал шлюз. Вот у нас почему-то, я не знаю, Господь так делает. Вот сюда вот на Рыжковском пруду стою, приезжают охотники каждый год. Нынешний не видно. Они тут жгут, там что-то делают, варят. И все аккуратно, камнями вот этими глиной обложат. Которые головешки остались, там бросят, где травы нету. То есть культурно называется. Ну, тоже они охотники, может быть, убили что-то. Ну, повторяю, и грачей много, и мясо хорошее. Мышей все в блокаде ели, кошек пожрали всех. Ну, почему здесь-то не обратить трущи, то, что вороны все таскают, сороки. Море у нас здесь есть, берите. Миллионы. Не надо. Заодно и утка все гоняются. Где же справедливость-то? Тем более утка никому зла не делала. Ворон пожирает, прожорливая птица, как Некрасов говорит, поля буквально черные стоят. Провода прогибаются. Ни одного выстрела. Я не натравливаю, что стреляйте. Не стреляйте совсем. Я с пяти лет, наверное, с ружьем уже был. И ни одно ружье было. Увернул во Христа. Все, отложил. Обойдемся. Мясного вообще никакого нету. Никакого. И вот, видите, с первым моим карасям. И тут пристали. Разные начальствующие нашлись и приехали. Надо посмотреть. Не вытекает вода никуда. Это пруд. Это озеро. Озеро. Озером называют. И ниточку провел карандашом. Вот все, теперь от вас вода вытекает. Да нет воды вытекает. Даже стакан не вытекает. Но у нас ниточка тут идет. Ну, уберите детишку. Что вы. Это надо комиссию составлять. Ну так составьте. А за сей счет? Да нам это не надо. Мы же знаем, что тут ничего нету. Э, нет. Вам это надо, чтобы мы вас не оштрафовали. Это примерно там несколько миллионов. Миллионов? Чего миллионов? В шею? Нет. Рублей. Да как за что? Это если поедут комиссия, ну минимум два человека. Они могут сфотографировать и в этот же день вернутся. Миллионы. Сумасшедший дом какой-то. Каждый год около ста миллиардеров в России появляется. Как это так? Разве это справедливо? Разве по-божески? И мы вот сколько вложили, я все делал для людей это. Дороги проложили. Это государство должно делать. Мы сами делаем. У нас принято решение Краевого совета депутатов, трудящихся Алтайского края о восстановлении Потеряевки. В 91-м году 23 марта. Восстановление. И восстановление, это значит, как оно было, так и есть. Были пруды восстанавливаем, дороги восстанавливаем, храма не было, вместо клуба. Стены были. Храм у нас есть, никто не против. А вы приватизируете вот эти пруды? Их никто не приватизирует, не дает. У меня 9 соток гектара на Крапиве, на навозной куче был детский лагерь, 45 лет. Уничтожить. А вы приватизируете стали? Нет. Если бы свинарник был, а я говорю музей, показать, как без помощи государства. Можно миллионы детей поднять. У меня опыт, огромный опыт. Теперь уже не 45, а 48 лет, знаю, с детьми занимаюсь. Тысячи детей подняли. Отдохнули прекрасно. Все это в интернете. А уберите из интернета. Интернетом распоряжайтесь не вы, а администрация интернета. Мы не нарушили ни одно из правил. За нами ничего нету. Напрасно это. Я призываю всех задуматься о суде Божьей. Есть Божий суд на перстнике разврата. Вот Евтушенко, вот зарядите где Евтушенко, есть Божий суд. Ревела Волга, там бурлаки. И наши братья поют. Есть Божий суд, есть Божий суд. Да разве можно так делать? Свои? Это же пришли к нам сюда не японцы. А сейчас, а почему японцев в таком-то городе всех расстреляли, пленных? Ну безумие. Безумие и будет суд Божий. Я много судился вот после освобождения, что у меня изъяли. То, что у меня изъяли по ценам государства, теми деньгами было стоило 11 миллиардов. Я 11 лет вел суд. И выиграл его. Я знал всю эту петрушку, как они судят. Если там вынеси решение, дальше все, ничего не сделаешь. Только молитва Бог прошибает. Внезапно ставит Господь перед нами Ульянов и тоже звать, кажется, Владимир. И он помогает, Виктор звать. И он помогает, и господин Ульянов. Они говорят, ничего с вами не могут сделать. То за бороду увольняют с работы, то еще какую-то глупость. То есть заботятся ни о государстве, ни о чем. Он даже ему не выгодно. Он продолжает делать, доказать, что он имеет власть. Имеет власть. Да какая же эта власть делает зло? У нас тут милиционер был, поселился, дружинный Геннадий Петрович. Все, лечился. Корешок хрена на 3 литра спирта. Шатался здесь, хрипел. У меня подполковник милиции на пенсии. У меня большие связи. Я много могу вам зла сделать. Ну, ничего не сделал. Ничего. Мы стали молиться. А у него генерал, лейтенант Чернов, друг, главный милиционер Алтайского края. Бац! Квартирами торговал. Что-то там возбудили уголовное дело, и нету его. А этот, лукавил, мухревал, ему бог инсульт дал. Занозы черные в мозги и все. И, говорит, скопытилось, как говорит Солженицын, любимое чадо бесов. Почему же не жить по-божески-то? Как хорошо. Сказали бы, смотри, с нуля начали одно селение на 30 тысяч селений. С нуля ни рубля государству не помогло. Повторяем, никуда. Школу сами строим, храм сами, дороги. Все сами и готовы съесть. Говорят, да люди злые везде, но нигде такие злые не бывают, как вот здесь, в России сегодня. Было приватизировано, все отняли. Отняли, раскулачили. Сейчас снова заставляют приватизировать. И не дают. Муж ездили, ездили. Ну мы приватизируем, давайте вот озера, все. Ни под каким видом. 9 соток, где лагерь у меня был. Непригодные земли. Там фундаменты от старых колхозных каких-то сооружений. Крапива, огромная куча, навозок, бульдозерами сдвигали. Вообще нету сантиметра плодородной сельскохозяйственной угодии земли. Разрешите, мы заплатим. Ни под каким видом. Свинарник был бы, дали. Детский лагерь, музей нельзя. Что сказать? Горе от ума. Есть божий суд на перстнике разврата. И тут тоже приехала милиция, и все смотрят. Милиционеры все пузатые. Как Нургариев сказал, всех этих пузатых уволить. Пузатых. Такого даже я не встречал нигде. А Солжицын говорит, вся эта пузатая сволочь. Колхозные председатели. Все разрушено, на разваленных. Начинаешь делать ни под каким видом. Сразу со всех сторон выскакивает, как черти из табакерки. Цепляются. Денег дай. Да что ж дедам-то, когда ничего нету. У меня 35 лет по трудовой книжке стажу. 35 лет. Пенсия. На сегодняшний день. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Скажут, кто это там так говорит? Кто говорит? Я говорю. Я могу даже показать себя. Я не знаю, видно или не видно. Я один тут. Велик Господь. На Него надеемся. Мне идет 81-й год. Вот июль, август, сентябрь. Три месяца уже. Три месяца над 81-й год. Ну, благодарю Бога. Поехал в больницу. Сильно поврежденный глаз был. Механическо разрезал там ногтем. Попал вирус. Больше десяти кабинетов прошел. Стали молиться. Утром встал. У меня ничего нету. Глаз опал. Я стал смотреть. И ничего нету. Как будто ничего не было. Ну, я отказался от больницы. Кое-кому это, может быть, неприятно было, что я старался. Ну, Бог сделал это. Будет хуже. А как теперь примут? Да Бог его знает. Может, не потребуется. Давид говорит, жизнь человека 70 лет при большей крепости, 80. Я уже всю крепость истратил. Вот что сказать. 20 тысяч младенцев. Подсчитали сегодня у Германа Стерлигова. Это есть показано. 120 миллионов абортов за перестройку. Государство уничтожено. И ничего нету. При Хрущеве, при Сталине, при Брежневе везде аборты. В Российской Федерации сегодня только один глава администрации не идет по этому гибельному пути. Не знаете? Познакомьтесь. Рамзан Ахматович Кадыров. Герой России. Многим он не нравится. Это ворота. Вруси. Заперто им. У меня есть благодарность от него. Я ему книги был, подарил. И он запретил аборты. Женщины сидят в платочках. Ну можно хоть что-то делать. Повторяю в России, пока я другого не знаю, который так бы любил свой народ. Рамзан Ахматович Кадыров. Пока живой оцените, молитесь за него, чтобы не было покушений ни на правителей никаких, ни на него. Ему советовали раньше стать тогда президентом, назывался республики. До 30 лет он. Зачем же нарушать? Он не пошел. Он совестливый. Веселый, интересный. Переодевается. На машине едет, штрафует, платит штраф. А это все пиар. Сидите на своих местах. Повторяю, это герой России. В его природе все погибали. Отца взорвали. Он говорит, я знаю, меня убьют. За него мы молимся каждый день. Рамзан Ахматович Кадыров. Герой Российской Федерации. Запретил аборты. Он уменьшил размеры кладбищ. 20 тысяч трупов. А тут в день помял, без меня кто-то в сетях был. Ну, тут никто не рыбачит, кроме меня. Я один. Пять карасей. Пять карасей, которые нам принадлежат. И уже прицепились. Отдай ему. Ну, смешно. Кроме вот этого велосипеда старенького, который мне подарил в магазине лидер. Шерстобитов Алексей. У меня нет ничего. Ничего. Повторяю. Даже из пенсии, которая мне идет, я едва ли трачу 10 рублей на себя. На подножном корме. И каждый день на работе. Работаю. Бог дает силу. Друзей. Врагов. Раз нас трепят за доброе дело, дело принято Богом. Так говорят англичане, и так говорят житья святых. А если делаешь, чем занимаешься, не терпит сопротивление, оно никому не нужно. Вот так. Это я на сегодня. Пока все.